Добрый вечер. Я надеюсь, что команда осознает важность завтрашнего матча. Они стараются и готовятся на 100% выйти и доказать свою состоятельность. По трамвирам, да, у нас есть определенные проблемы, но они подходят. Таких глобальных нет, чтобы кто-то футболист там выпал на долгий срок. Это все рабочие моменты, можно так сказать. А кто не сыграет завтра? Нет, все готовятся к завтрашнему матчу. У нас нет таких проблем. У нас есть игроки, которые готовы не на 100%, а таких, чтобы который долгосрочный лечился. У нас такого нет. У нас слава Всевышнему, все в строю готовятся к этой игре. Ну, по нападачу по Айбару, вы знаете, казахский рынок скудный на нападающих. Он один из перспективных нападающих игрок сборной Казахстана, поэтому на него выпал выбор. Есть определенные у него качества, не буду о них говорить. По Владу Васильеву мы восстанавливаем ситуацию с Русом Валюлиным. Нам нужна точно была селекция. Он наш казахстанец, тоже игрок сборной. Ну, Жарко Тамашевича все хорошо знать. Это игрок сборной. И он для конкуренции в линии обороны нам очень поможет. И по вратарям все-таки кто будет первым? Давайте. У нас три равноценных вратаря. Все вратари высокого класса. Все будут играть от игре к игре. Как проявится на тренировке, как работа на тренировке, того и будем встать. У нас нет проблем. Мокин, Басурманов, Непогодов. Ну, были случаи, значит, были разговоры. Дыма без огня не бывает. Ну, я скажу так, если Гвардиола недоволен своими усилением в таком-то клубе, то про нас в казахстанский футбол можно и не говорить. Конечно, мы хотим усилиться, ищем точно. Вы все знаете наши реальти. Мы все клубы сейчас в финансовом плане нас в рамки поставили. Мы не можем за эти рамки вылезти. И нам нужна точная селекция и по игровым качествам, и по финансовым качествам. Мы ищем. Но пока, к сожалению, на тени не можем. Ну, я не слышал такого интереса со стороны клуба к этому игроку. Ну, где-то они, может, и правы. Мы показали не очень выразительную игру на сборах. Есть где-то доля правды. Но так как они это все выражают в такой форме, я думаю, команда не заслужит в первую очередь. Пусть весь негатив идет ко мне, но не на команду. Я отвечаю на данном этапе за ее результаты, за ее игру. Все недовольства должны выражаться в мою сторону, но не в сторону команды. Они не знают о состоянии команды, не знают о состоянии игроков. И такое выражать недовольствие. Они не заслужили, во-первых, по отношению к ним, за то, что они сделали в том году, выиграли золотые медали для клуба. И сейчас такой негативный шквал идет в адрес футболистов. Это неправильно. Конкуренция равна, ребят. Там не только четыре человека. Там у нас порядка семи-восьми футболистов. И нам без разницы, кто вводит в стартовом составе. Мы не должны зависеть ни от какого футболиста. Если футболист не может по каким-то причинам играть, должен войти другой футболист. И фамилия здесь не играет никакую роль. Кто играет. Главное, как играет. Это две разные вещи. Выиграет сильнейший. Завтра на поле. 50 на 50 у всех шанс. Так же, как Айрат, как и Табол. Обе команды хотят выиграть. Обе команды хотят завивать этот первый трофей. Никто не откажется от него, поверьте. Завтра будет очень сложный матч. Первый матч в психологическом плане. Волнуются тренера, волнуются футболисты. Волнуются руководство клубов в области. Все волнуются, все переживают. И болельщики, те, которые нас где-то что-то ругают, вы думаете, они не переживают за исход этого матча. Они тоже будут очень рады, кто нас вчера ругал. Будут рады, дай бог Всевышнему, что мы привезем этот маленький успех, маленький шажочек сделаем для клуба. Все будут рады. Любой клуб в мире не откажется от любого трофея. Будет кубок страны, суперкубок или медаль. Но нет такого клуба, который отказывается от трофея. Продолжение следует...